Тема, которая никогда не теряла и не потеряет своей актуальности, это взаимодействие и взаимопонимание человека и власти. Ведь именно по состоянию работы с гражданами оценивают эффективность деятельности государства. Сегодня служба «Одно окно» доказала свою эффективность и средства решения насущных проблем населения, а также как мониторинговый инструмент. Напомним, что не так давно в городе Бресте под одной крышей на улице Маяковского 6 разместили службы «Одно окно» Брестского госполкома администрации Ленинского и Московского районов. Объединили службы «Одно окно» для большего удобства горожан и субъектов хозяйствования. Туда можно подать заявление по 198 административным процедурам. О том, как себя уже показала объединенная служба «Одно окно», журналистами поделился мэр города Бреста. В первую очередь надо начать с того, что в центре Бреста было помещение, которое надо было вовлекать в хозапорот. С одной стороны, а с другой стороны то место расположения, которое сегодня мы имеем по службе «Одно окно», оно более, так скажем, удобное по логистике. И все точки транспорта практически стекаются на улицу, где расположена наша служба «Одно окно». И это дает абсолютное преимущество для свободного доступа граждан, как по подъезду, так и, соответственно, по другим вопросам, которые надо было решать в этой точке. С другой стороны, надо отметить, что объединение службы «Одно окно» из, по сути, трех точек – это сам Борисполком, администрация Ленинского и Московского района – дало тоже положительный эффект, в какой части, по, так скажем, продвижению документа оборота в электронном виде. Второе – возможность решения вопроса в одной точке, не надо ходить по разным инстанциям, от Борисполкома по администрациям, вот, все можно в одном месте выполнить. Зонированные зоны, да, отдельно для персонала и для граждан, которые посещают службу «Одно окно», которые не пересекаются и решают каждые свои вопросы. Быстрая взаимозаменяемость, то есть нету огромных очередей. Работа с населением – это одна из основных, и она требует, так скажем, в первую очередь внимательности и порядочности со стороны специалистов, чтобы можно было выслушать проблему и оперативно ее решить. На службу «Одно окно» сегодня действительно возложена большая ответственность. Перед ее специалистами стоят непростые задачи, среди которых повышение уровня информатизации, упрощение порядка в осуществлении административных процедур, снижение административной нагрузки. Эти составляющие еще раз были озвучены в ходе республиканского семинара совещания по актуальным вопросам деятельности службы «Одно окно». Сегодняшний семинар – это такая площадка для обмена положительным опытом, как организуется деятельность служб «Одно окно», потому что сегодня они находятся на передовой взаимодействии с гражданами. Именно туда приходится большой поток заявителей за решением каких-то своих насущных проблем. Поэтому основное – это поделиться положительным опытом, как организовывать деятельность служб «Одно окно», чтобы действительно достойно оказывались все необходимые услуги, в том числе административные процедуры. В рамках семинара сегодня опытом приехали делиться порядка 80 человек. Это представители из Витебского региона, города Минска и, конечно же, хозяева площадки, где проходят обсуждения. Первым, кто выступил перед выступающими, стал Сергей Лободинский. Именно он поделился опытом создания «Единая служба. Одно окно» в Бресте, а также на примере предприятий показал работу взаимодействия с гражданами. Есть сегодня осуществление административных процедур. Это и энергетическая отрасль в лице Бреста Энерго, на примере Бреста и Бреста облгаза, когда люди могут подать заявку и в электронном виде, либо личном присутствии, не выжидать время, когда службы выполняют ту или иную зарядку. Это и те же полцентры, которые выполняют функции по необходимости принятия административных решений по сносу деревьев и других вещей, которые сегодня личное присутствие граждан при подаче таких заявлений не требуют. Я надеюсь, что наши встречи и семинары, которые проводятся под эгидами Министерства юстиции, они придадут все-таки импульс к более активному продвижению и выполнению тех функций, которые разложены на государственные органы. И в целом, я думаю, что та задача, которая стоит перед всеми нами, это максимальное удовлетворение и выполнение функционала госоргана перед нашим населением. Я думаю, что мы совместно выполним. Обращаясь к участникам республиканского семинара совещания, министр юстиции Сергей Хоменко дал оценку службе «Одно окно в Бресте». Еще есть возможность по ступенчатого развития вперед, но то, что сделано в Бресте, является на сегодняшний день одним из лучших учреждений, в которых размещена служба «Одно окно» в крупном населенном путь. В рамках семинара гости посетят Брестскую крепость-герой.